Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Daria, happy birthday to you Спасибо, всем спасибо, спасибо всем, до свидания! Кукла есть, а деньги тоже есть, потому что это подарок на мой день рождения. Сегодня мы празднуем, мы должны были замахать сейчас вот это вот. Чё вот это такое? Какой кошмар! И сейчас будет огромный обзор на вот этот сет и на вот эту прекрасную куколку Лол, так что давайте начнём. Вот такая вот кукляшка, я так сильно хотела! Не могу, я даже не верю, что она у меня появилась. Вот такой подарок мне устроили девчонки, спасибо большое! Пожалуйста, пожалуйста! Посмотрите, здесь ещё огромный плейсет. Вообще, я хотела только эту куколку, но раз она идёт с таким чудесным плейсетом, почему бы и нет? Будем всё разбирать, смотреть. Тут, по идее, больше 45 сюрпризов. Включая подставку, держатель, второй держатель, третий. Вешалки для держателей. И пакеты. Так что посмотрим, что нас сегодня ждёт. Вот, арт, это куколка Miss Sunday, её зовут. И сам набор называется Go To Dinner. Как это назвать? Ужин с собой. А, To Go Dines. To Go To Dinner. English is very well. Сзади изображен арт. Ну, это фотография или арт? Даже непонятно. Фотка вот этой кухонки, как она в сложном состоянии выглядит. Тут также есть прикольные маленькие подростки и большие кукляхи. Здесь написаны какие-то функции этой кухни. Посмотрим всё обязательно, конечно же. Вот, а коробка просто огромная. Я прям за ней даже не помещаюсь. Поэтому сейчас будем раскрывать. Инструкция сейчас. Как журнал. Можно, пожалуйста? Да. Это меню прикольное. Это инструкция огромная. Как здесь всё складывать. Не знаю, вот попробуем методом стыка. Научного. Ну, если что, обращусь к этой инструкции. Это целый огромный... Ну, тут на всяких языках, поэтому она большая, думаю. Опять штыри в башке. Их три. За что? Вот такая вот Miss Sunday. Она просто прекрасна. Можно заканчивать на этом видео, в принципе. Главную звезду мы видели. Кухню на помойку можно. Выкидывать. Ужас. Ну, вот в каком стиле она сделана? Вот эта вот челочка. Тоже рэпер такой. Шестидесятые. Шестидесятые, наверное. Шестидесятые, наверное. Шестидесятые годы. И сама кухня выдержана вот в таком стиле. Мне, кстати, очень нравится этот стиль. Вот. И она как будто заведующая кафешки. Или какой-то повар. Или что-то такое. У меня ассоциации. Поэтому она в таком наряде и в фарточке. Вот. И насколько я знаю, этот фарточек можно повесить ей как спереди. И будет эта накидка. Вот как я видела по фотографиям. Вот она прям чудесная блондиночка такая вообще. Мне кажется, они вот с этой очень похожи. Голди Твист. Потом можно их сравнить даже, вместе поставить. У нее прикольная челка. Очень, конечно, залаченная. Такая вот с розовыми прядками. Также у нее чудесная повязка с вишенками. Здесь вот она завязывается. Никаких липучек тут нет. Мне очень нравится ее лицо. Она просто милейшая. Такая хорошенькая девочка. У нее есть синие глазки. И тени. Они такого розового нежного оттенка. Мне тоже очень нравится. А помада, кстати, как это назвать даже? Сиреневая. Такая фиолетовая. Ну, мне кажется, они ни к чему не подходят. Но выглядит, в принципе, хорошо. Все вместе. Такой вот у нее образ. А, и у нее еще милые веснушки. Такие пять просто. Прикольные веснушки. Вот тут есть, конечно, небольшой брак. Видно, да, фокус? Ну, где-то да. Реснички. Вот здесь у нее не прорисованы. Но, в принципе, может просто у нее макияж стерся. Все-таки на кухне работает девочка. Сережки. Это просто... Наверное, из-за чего я купила эту куклу. Это просто такое внимание к деталям. Я обожаю вот это вот у Лолок. Вот, эти сережки сделаны с одной стороны в виде ложечки, а с другой как вилка. Это просто прелесть. Сейчас заплачу. Далее. Вот у нее такой прекрасный фартук. Здесь написано DL. И вот здесь есть дырочки. Это, как я говорила, для того, чтобы сделать накидку. Можем сейчас даже сразу проверить, как это делается. Не очень прикольное платье. Она как будто вот... Мне вот эта часть напоминает, как будто она какая-то чашечка. Или тортик. Или тортик. Или вот что-то такое фактурное, прикольное. Мне очень нравится, что вот здесь такая тесьма волнами. Идет розовенькая. Также верхняя часть полосочку. Здесь вот такой поясок, как и нижняя часть платья. И вот эта форма, она такая миленькая. Она вот как будто как балеринка такая вот. Или реально мне напоминает какой-то тортик или капкейк. Вот. Отдельного внимания заслуживают принты на ее платье. Точнее на юбке и на рукавах. Тут и крылышки всякие. И надпись Live Love Cook. И разбитые сердечки, звездочки. Как будто это нарисовано черной ручкой на белой бумаге. И всякие сердечки, цветочки. Очень прикольный принт. А, еще я забыла вот такой чокер. Это вишенки, тоже очень мило. И это как будто как две моих вот этих лолки маленьких. В одной, да. И вишенка. И в то же время такая блондиночка. Ретро. И ретро стиль от первой. Короче, вот это прям микс. Также вот у нее такие когти. Коготки. Очень яркого, такого красного цвета. Ну, не знаю, какой-то такой морковно-красный что ли. Потом миленькие колготочки. Очень миленькие колготочки. Прям вообще очень круто. Они сидят на ее фигуре. Колготочки. И вот такие вот туфли. Серебряные. С черным каблучком. И вот тут вставки нежно-розового цвета. Как вот у нее. Ну, шелеста. Кстати, да, похоже. И вот, как это называется, Mary Jane, что вот они с таким ремешком. Очень миленькие туфли. Такие прям приятные. Ну, вот. Вот так выглядит вот эта кофточка, которая была фартуком. Тут вот такой воротник. Ой. Приподнялся. Вот сзади тут вот как раз этот карман с надписью DL. Не знаю, что это значит. Все-таки. Ну, вот так она выглядит. В принципе, тоже неплохо. Показать юбку нормально. Похвастаться новой юбки. Да. Юбченцы. Такая она классная. Я не могу. Ну, про артикуляцию Лолока вы знаете. Шарниры в плечах. Потом шарнир в локтях. Вот так вот сгибается. В кистях. Пуф. Хорошенькая. А в коленках у нее щелчок. Вот такой щелчок. Может даже два, но я что-то боюсь. Вот такая вот. Куколка. Я прямо от нее в восторге. Я просто в восторге. Я не могу. Она такая хорошая. Вот такая сумочка с интересным принтом. Она как под корзинку выглядит. Очень вместительная. Вот эта фурнитура прикольная. И вообще, она такая тоже ретро. Вот такая подставочка. Тут, конечно же, дополнительный держатель. Она тоже прикольного, такого розового цвета. Он очень приятный. Мне нравится. И она была сразу собрана. Не надо было думать, куда и что засунуть. Крутая подставочка. Красотка? Нет, красотка такая. А, и вот сумочку. И также в комплекте есть расческа. Обычно она такого же цвета, как подставка. Но на этот раз она прям такая очень светленькая. Очень похожа на вот эту сумочку. Вот обычная лоловская расческа. А теперь огромная распаковка кухни. Вот такой вот фон. Это как будто кафешка. Вот тут интересные стульчики. Как бар. Видимо, это реально вот такой фургончик для продажи каких-то разных снеков. Вот здесь у нас меню. Биби бургер. Дринкс. Тут написано small, medium. По два доллара. Доллара. Два пятьдесят. Три доллара. Боттлт ватера. Милкшейкс. Прикольно. Потом есть биби. Типа бэйби. Хамбургер. Чизбургер. Туркебургер. Зачем я это читаю? Не знаю. Вегепати. В общем, всякие разные бургеры, соусы. Вот здесь меню. Часы. И разные неоновые такие, как сказать, вывески с изображением вишенок. Фигурных вот разных фигурок. Очень прикольно. И здесь имитируется и пол, и вот такие стены, как из мрамора. Прикольно, на самом деле, задник. Здесь как раз ящички у нас идут, где располагались продукты питания, аксессуары. Из-за этого как раз кажется, что это большой ресторан, но на самом деле... На самом деле, вот. На самом деле, это просто как такой маленький ресторанчик на колесах. А также вот тут еще идут вот такие вот аксессуары с едой. Здесь и разные начинки для бургеров. И лопаточки. Мы все это рассмотрим. Покажу вам меню. Здесь написано Delish. Что это значит? Вкуснятина, типа. Вкуснятина. Дилишес, ага. Вот такое меню. Здесь разные позиции. Черри пай. Всякие зигзаг фрайс. Это, видимо, то, что реально идет в комплекте вот с этой куколкой. Мы тут открыли для себя много нового за эти сколько час прошел, пока мы разбирались. Потому что эта кухня, она стоит себе столько секретов, сколько мы вообще понять даже не могли. И представить даже не могли. Во-первых, она намного меньше, чем кажется. То есть вот эту штучку можно убрать. Потом вот этот выдвижной... Сейчас вся вода прольется. Вот этот выдвижный ящичек можно вот сюда вот убрать. Потом здесь вот такая стоечка тоже его можно убрать. И в итоге кухня-то получается малюсенькая, совсем вот она компактная. Мы сейчас в шоке сидим. Я не могу. И у нее очень много интересных фичей, штучек всяких. Давайте я буду показывать постепенно. Я не знаю, с чего начать. Ладно. Во-первых, я присоединила все элементы. Это вот эта надпись open... Подожди, я просто... А, там closed, смотри. Класс! Open closed. То есть можно вот так вот... А потом я присоединила... Ну, вот здесь был вот этот планшетик, который... Здесь, видимо, меню. Либо как это называется? Скажите мне. Касса. Касса здесь вот она. Потом я также... Здесь вот лежала меню, которое я вам показывала. Сюда я присоединила лопаточки, всякие вот эти кисточки. Ой! И разные инструменты для готовки. Здесь вот такая интересная штука. Посмотрим, что это такое, а потом дальше будет. Также я разместила здесь кетчуп и горчицу. Вот такие милейшие щипцы. Это вообще что это? Это что это? Любовь, что ли? Смотрите, какие они милые. Она их вот так держит. Также я собрала вот такие бургеры. Можно их по-разному комбинировать всяко-разно. Очень прикольные бургеры на таких тарелочках в виде сот. Так. Здесь у нас плита. Морозильная камера. Здесь можно хранить продукты. А вот это у нас типа печки. И она светится. Но это потом. Также в комплекте шли вот такие два стаканчика. Вот такие стаканчики. Потом вот такой как кувшин. Такой вот типа кувшина. Тоже полупрозрачного матового пластика. Очень интересной ручкой. Далее милейший просто пирог. Вот в такой вот коробочке. Fresh Cherry Pie. Далее у нас идет приспособление для фритюрницы. Да это называется? И здесь у нас картофель фри и как сладкий картофель. Батат. Также у нас вот такой ящичек для того чтобы сделать этот картофель фри. Может я сразу и продемонстрирую. Вот это одна из функций. Мы помещаем сюда картофель фри. По идее что-то должно произойти. Мы поместили это в горячую воду. Нагибала фритюрницу. И вот так вот изменилась наша картошка. Посмотрите какая она стала румяненькая. Поджаристая. И потом. Сейчас она мокрая конечно. Но сейчас я ее немножко так подсушу. Ну типа вот эту картошку можно вот так вот. Специальные картонные коробочки. Такие вот. Как это назвать. Вот и у нас есть картофель фри. Так теперь вторая вещь. Вот у нас есть вот такой пирог. Вишневый. И мы его отправляем запечься в духовочку. Давайте поставим сюда пирог. Видно да? Да да. Нажимаем. И происходит печенье пирога. И по идее чем... Ой. Вот. Я даже не могу не удержать. Включается ультрафиолет. Ну или же просто теплый воздух. Типа. И с нашим пирогом должны произойти какие-то изменения. Ну да. Вот. И посмотрите он стал более ярко красным таким. Прям насыщенным. Фокус вообще сегодня вышел из чата. Естественно он автоматически настраивается. Теперь такая штучка с бургером. Ведь нам надо нашу булочку поджарить немножко. Чтобы она была такая как на гриле. Кладем ее на наш гриль. Берем лопаточку. И делаем свое дело. Там как кнопка гриль вот этот прожимается. Да. И только после этого он начинает светиться. Вот это не очень наверное задумка. Ну типа прижать лопаточкой может быть. Но не знаю тоже. Так. Что у нас осталось? Вот это чудо инструмент. Это я вообще не знаю как будет работать. По идее нам надо просто нажать на рычажок. И изменится стакан. Цвет стакана. Да. Давайте пробовать. Мы залили сюда холодную воду. Ой. Что произошло? Полилась водичка. Видимо тоже не сильно холодная. Ну а теперь она уже согрелась. Ну по идее стакан должен был изменить цвет. Как будто в него налили какую-то газировку. Ну и на самом деле вот этот. Вот эта вот вода, кран это все рабочее. Ну даже все показала. Вообще все. Ну тут у нас морозилка. Не работает. Не работает вообще. Ну знаешь серьезно. Можно потом доснять картину. Там сейчас как капельки потекут. Закрой. Женщина. Закрой. Закрой. Трубочка есть у кого? Закрой. 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 Паша. О нет. По идее вот эту верхнюю насадку, она такая резиновая. И можно использовать ее для изготовления льда. То есть налить воду вот в эти кубики, заморозить. И мне кажется реально можно будет сюда поместить лед. И может как-то это будет работать. Этот стакан как бы изменит свой цвет. Но мы пока не добились результатов. Ну вообще очень ну мультифункциональная вот эта кухня мне очень понравилась. Я вообще не ожидала, что так будет. И что она у меня будет. Начнем с этого. И вот получается все аксессуары вот они. Она совсем небольшая. Мне очень нравится. Спасибо еще раз большое моим друзьям. Я так рада, что она у меня есть. Я просто вот счастлива. Вот. Ура! А на этом будем с вами прощаться, да? Всем спасибо, что посмотрели видос. Ставьте лайки, если хотите меня поздравить. Подписывайтесь. А конкурс не забывайте. И конкурс тоже в описании. Все будет. На этом все. Всем пока. Прощайтесь. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok